Мария Метлицкая. Милые люди. Читает Андрей Лукашенко. Нам повезло. Боже, как повезло! А ведь бывает по-разному. Соседи куда важнее родни. С роднёй можно не общаться или общаться крайне редко. А вот с соседями регулярно сталкиваешься нос к носу. А если общая стена? Если скандалы, музыка, вопли и битьё посуды? А если грязнули? Тогда мусор, рассыпанный у мусоропровода, грязная лестничная клетка, запахи и даже всякие кровососущие, непременно мигрирующие в соседние квартиры. Нет. У нас ничего подобного не наблюдалось. Нашими соседями, спасибо судьбе, оказались интеллигентные бездетные супруги немного старше нас. Она дирижёр Хоровик, он кандидат химических наук, занимающийся чем-то связанным с бытовой пластмассой. Изабелла Николаевна и Владимир Петрович. Тихие, милые, приветливые люди. Как и все пары, не обременённые детьми, жили они для себя и друг для друга. Изабелла, для знакомых Беллочка, была прекрасной хозяйкой. Какие запахи раздавались из-за её двери. Мы на секунду замирали и шумно втягивали в себя пряный ароматный дух её творений. Она всегда нас угощала. Пироги, торты, паштеты, заливное. Приносила всё это на красивом блюде, покрытом белоснежной кружевной салфеткой. И в доме у неё были чистота и уют. Накрахмаленные шторы, блестящие в любую погоду окна, сверкающий паркет. Всё на своих местах. Журналы в стопочке, тапочки по линейке, зимние вещи в чемодане, пересыпанные порошком от летающих вредителей. Обувь в коробках, сложена по сезону. Носки в комоде, тёмные и светлые отдельно. Жизнь они вели размеренную, но не мещанскую. Театры, выставки, кинопремьеры. Правда, гостей не собирали. Белочка говорила, что близкие друзья живут в разных странах. Школьные остались на родине. Она была из Феодосии, а Володя из Мурманска. Там, на курорте, куда приехал житель сурового северового, будущие супруги и познакомились. Ну а потом, после какого-то открытия в области бытовых пластмасс, его перевели в Москву в научный институт. Зарплата у Володи оказалась неплохая, плюс с помощью родителей и итог. Прекрасная двухкомнатная кооперативная квартира. Вскоре появилась и машина. Летом, в августе, они уезжали в Юрмалу. «Пить сосновый и морской воздух», — с неким пафосом говорила Белочка. «Юг не любили. Жарко, грязно, некультурно». Тоже, цитата. Отправлялись в отпуск на машине. По дороге заезжали в Псков, Питер или Нижний Новгород. Ну а мы с мужем сидели с детьми на съемной даче. По очереди. Месяц он, месяц я. И еще месяц, бабушки, вдвоем. Справиться с нашими детками было не так просто. Бабушки, разумеется, не всегда совпадали по вопросам воспитания. Свекровь почти всему умилялась, а моя строгая мама постоянно находила к чему придраться. Они даже поругивались и не разговаривали друг с другом по несколько дней. А мы, выслушивая их жалобы и претензии, ухахатывались. Вот ведь! А еще образованные, интеллигентные тетеньки! Об отдыхе вдвоем мы с мужем могли только мечтать. Ближайшие лет десять точно. Но случилось чудо. Уволилась с работы свекровь и вышла на пенсию моя мама почти одновременно. И тут мы принялись жалобно скулить, чтобы нас отпустили вдвоем. Но хотя бы на десять дней. Совещание и прение длились довольно долго. Мы затаились. Понятно, что выдержать наших буйных деток было трудновато. Особенно двум немолодым женщинам. Ну, а наконец был дан ответ. Черт с вами! Езжайте! И даже на две недели! Мы стали лихорадочно думать куда. Нет, мест предостаточно. Но хотелось и моря, и впечатлений, и путешествий, и эстетики, и возможности порадовать себя покупками и вкусной едой. Мы посчитали, что не были в ресторане семь лет. Кухня и уборка, котлы и швабры надоели до тошноты. Неужели можно две недели не пылесосить, не мыть посуду и не думать мучительно, что приготовить на завтрак, обед и ужин? Как-то мы столкнулись у лифта с Беллочкой и Володей, похвастались предстоящей свободой и пожаловались, что не можем придумать маршрут. Разумная Беллочка вздохнула. Да, билеты на поезд вы уже не достанете. Надо было месяца за два. На самолет тоже, да и дороговато. Но есть идея. Можете поехать с нами. Лучше юрмалы ничего не придумать. Здесь и воздух, и море, и прогулки в сосновом бару, и ненавязчивые аборигены, и приличная публика из отдыхающих. Не то, что во всяких сочах и прочих южных курортах. Кафе с прекрасным кофе и свежайшими продуктами. И магазинчики. И янтарь, серебро, керамика, лен и шерсть. Мы растерялись. А те же билеты? Беллочка рассмеялась. С нами, на машине. Дорога известна. Места для стоянок и ночевок тоже. Еда с собой. Бензин пополам. Как все замечательно складывалось. Полночи мы обсуждали с мужем предстоящую поездку. На море. Почти за границу. Да еще и на машине. О ней мы только мечтали. Наши соседи люди воспитанные и спокойные. Все там знают. Помогут снять комнату. Покатают по окрестностям. Боже, мы поедем в Ригу и послушаем орган в Домском соборе. Все это было прекрасно, невероятно и просто сказочно. Какие милые люди! Не уставали возбужденно повторять мы. А потом начались тревоги. Только бы не заболели дети и родители. Только бы хватило денег. Только бы наши матушки не передумали. Только бы, только бы, только бы! Слава Богу, все сложилось. Продукты и рекомендации оставлены. Мы собрались и трогаемся завтра в пять утра. Таков приказ. Дорога была замечательной. Впечатлений моря. Мы, вырвавшись на свободу, радовались всему. И лесу вдоль дороги, и узким полоскам рек, и деревушкам с косыми домиками. Были и привалы с белочкиными пирогами, нашими котлетами и кофе из термоса. Выносились походный пластмассовый столик и маленькие стульчики, а еще скатерть и пластиковая дорожная посуда. Путешественниками наши соседи оказались профессиональными. Разговорами нас не утомляли. Можно было и подремать. Остановились в Пскове. Погуляли. Полюбовались с местными красотами. Там же заночевали. Женщины в машине. Мужчины в палатке. После завтрака снова в путь. В Прибалтике пейзаж поменялся резко и сразу. Аккуратные хутора, ухоженные поселки, прекрасные дороги. Выпили кофе в придорожном кафе. Кофе настоящий, крепкий и ароматный. Булочки с корицей. Печенье с тмином. Чистота. Цветы на столе. Вспомнились наши забегаловки с мутным кофе в граненых стаканах. Липкие столы. Мухи и хамство официанток. Началась вечная тема. Но почему мы так не можем? Почему у нас все не по-людски? Посетовали и дальше в путь. Увидели море, и нашему восторгу не было предела. Беллочка улыбалась, а Володя усмехался в усы. В Юрмале, точнее, в Майере, сняли комнату. Чистую и уютную в пяти минутах ходьбы от наших благодетелей. И начался наш отпуск. Августовское море было, разумеется, прохладным. Весьма прохладным. Что говорить. Вода обжигала. Но мы купались. Потом лежали в дюнах. Спасались от прохладного ветра. Наши соседи в море заходили опасливо. Беллочка только мочила ноги. Но Володя плавал. Я видела, как заботливо они относились друг к другу. Она укутывала мужа в халат. Он набрасывал ей на плечи полотенце. Он приносил ей кофе из пляжного кафе. А она разворачивала пакет с бутербродами. Володе надо было перекусить до обеда. В кафе супруги почти не ходили. Беллочка говорила, что муж привык к домашнему. Да и зачем понапрасну тратить деньги. В общем, полная идиллия. Даже завидки брали. Мой муж никогда не был так внимателен и заботлив при всей своей порядочности, верности и прочих положительных качествах. Может, из-за рассеянности? Так ей утешало себя. А мы с удовольствием обедали в кафе. Просто счастье. Ни грязной посуды, ни закупки продуктов, ни дежурства у плиты. Боже, как мне надоело все это дома. Вот никаких денег не жалко. Ей-богу. Однако наш прекрасный отдых оказался омрачен ужасным событием. Беллочка получила телеграмму из Феодосии. Случилось страшное, непоправимое горе. Умерла ее родная сестра. Скоропостижно. Сгорела за три месяца. Была, конечно, сделана операция, но оказалось слишком поздно. А вы знали про диагноз, спросила у них я. Беллочка горестно кивнула. Володя вздохнул и нахмурился. Тут я удивилась в первый раз. Поехать в отпуск, пребывать в прекрасном настроении, получать удовольствие от жизни. В моем сознании что-то не монтировалось. Я знала, что Беллочкина сестра одинока. Муж ушел, сына она поднимает одна, а ребенку всего восемь лет и больше никакой родни. Наши компаньоны пребывали в растерянности и печали. Лейтмотив постоянных разговоров нужно прервать отпуск и лететь на похороны. Короче говоря, не могла сестра подождать. Выходило, что так. В конце концов, Беллочка улетела одна. Володя оставался. Аргумент? Зачем портить отпуск ему? В смысле, еще и ему. За квартиру уплачено, процедуры прерывать нельзя, массаж и кислородный коктейль в соседнем санатории. Да и что мучиться вдвоем? Какой смысл? Горестно вздыхала Беллочка. А поддержка? Удивлялась я. Как не поддержать в такой ужасной ситуации самого близкого человека? Как не помочь с организацией, хлопотами, заботами, всем тем, что сопровождает эту трагическую процедуру? Или я чего-то не понимаю? Аргумент. У Володи слабое здоровье. Аргумент. А может, это я плохая жена и эгоистка? В конце концов, они же одни на свете. Им нужно друг друга беречь. Нет, в моем сознании это не укладывалось. Хоть убей. В трудные минуты нашей жизни мы с мужем держались за руки. Муж мой тоже пребывал в недоумении, но, как любой мужчина, молчал и не обсуждал эту тему. Просто сказал, никого не осуждай, и тебе будет легче жить. Пастор шла к ей-богу. А я, как любая женщина, продолжала возмущаться. Уезжая, Беллочка попросила меня присмотреть за Володей, давала четкие инструкции. Приготовить обед. Первое и второе. Сварить кисель. На завтрак сырники или каша. Утром и вечером прием таблеток от гастрита. Он сам не справится, не привык. Ну и простернуть кое-что, если понадобится. Я, разумеется, согласилась. Как не помочь людям в беде? На завтра Беллочка улетела. А я встала к плите. У Володи был превосходный аппетит. С утра бег на длинную дистанцию, далее плотный завтрак, море, заплыв, порция загара, плотный обед, тихий час. Вечером променад и поход в кино. Да, перед сном полстакана валерьянового корня. Заваривать нужно с утра. Естественно, мне. Я четко исполняла инструкции. Оставленный Беллочкой супруг тоже тщательно им следовал. На пляже мы практически не общались. Просто была неохота. Все углублялись в книжки. Володя ни разу не сходил на почту, чтобы позвонить любимой жене. Ни разу. Ладно, чужая жизнь, потемки. В своей бы разобраться. А через четыре дня приехала Беллочка. Встретились они так, словно не виделись три года. Было видно, как соскучились друг по другу. Нет, все-таки любовь, подумала я. И еще, конечно, привычка жить друг для друга и боязнь друг друга потерять. Беллочка рассказала, что похороны прошли прекрасно. Все оплатила Лидина работа, поминки в ресторане, стол богатый и разнообразный, не поскупились, радовалась Беллочка. А похороны могут пройти прекрасно? Как вообще можно употребить это слово? А про то, что все оплатила Лидочкина работа и богатый и разнообразный поминальный стол? Нет, что-то не так. У меня или у них? Вопрос. Мой благородный муж посоветовал не примерять чужую жизнь и чужие поступки на себя. Дескать, люди все разные. И, соответственно, их поступки и действия тоже. Перебив Беллочкину трескотню по поводу обильного стола, я спросила про мальчика, Лидиного сына, и ее, Беллочкиного племянника. Та тяжело вздохнула. Да, думала оформить ребенка в детдом, но Лидочкина соседка, добрая женщина, сказала, что мальчика усыновит. Беллочка опять вздохнула. А вы? Спросила я. Вы же обеспеченные люди, с хорошей квартирой и машиной. Почему не вы? Я ничего не сказала про одиночество и пустоту, про моральные принципы и душевное качество, про долг и обязательства, про родную кровь, в конце концов. Что ты? Всплеснула руками соседка. У Володи слабое здоровье, гастрит, калит, частые простуды и плохой сон. У меня мигрени и варикоз. Да и мальчик шумный, громкий, неспокойный. Писался до семи лет, нервный какой-то. Да и потом такие хлопоты, столько забот и головной боли. Вся жизнь меняется, все наперекосяк, все привычки, весь уклад. А деньги? Сколько их надо? На врачей, сезонную одежду, дети так быстро из всего вырастают. А школа? Потом институт. А переходный возраст? Не приведи бог. Вон как мучаются знакомые. Чего только не бывает. Подумать страшно. А с квартирой как быть? Всего две комнаты. Всего. Гостиная и спальня. Одну комнату отдать ребенку и спать на раскладном диване с Володиным-то беспокойным сном и моим радикулитом? Ничего не срасталось. Ничего не срасталось у мудрой, расчетливой Беллочки. Никак, ну никак не вписывался ее сирота-племянник в их с Володей организованную и тщательно выстроенную жизнь. Просто не было ему там места. Всего две комнаты. Чем не аргумент? Не осуди одна из заповедей. Наверное, правильная, как все заповеди. Нам ли простым смертным оспаривать эту мудрость? Не осуждать не получалось. Оставалось только одно. Не общаться с людьми, чьи принципы и жизненная позиция идут вразрез со всей моей сутью. «Значит, будет так. Но это здесь, в Юрмале, можно свести общение к минимуму, а обратная дорога в их машине. Короче говоря, нам не спрятаться, не скрыться. Попробуй достань билеты в столицу в самый разгар сезона. Два дня мы провели на вокзале у билетных касс. И чудо! Выскочили два билета из брони. Один в плацкарте, полка боковая, второй в СВ. Цена запредельная. А денег, мягко говоря, сгульки нос. Какие обеды в кафе, какие пирожные с кофе, какие подарки родным. Ели мы последние три дня картошку и макароны. Но не беда. В дорогу взяли хлеба, огурцов и помидоров. Не помрем. Соседям сказали, что едем на поезде, потому что меня сильно укачало по дороге в Прибалтику. Белочка в ответ растерялась и всплеснула ручками. Володя, кажется, все понял, криво усмехнулся и пожелал счастливого пути. И затрат на бензин переживают, съехидничала я. Муж не ответил. С каким настроением мы уезжали домой? Что говорить? Иногда разочарование в людях пережить труднее, чем предательство. Дома все было хорошо. Дети не болели, бабушки изо всех сил держались и мечтали поскорее сбежать в свои пенаты. Мама сварила обед, а свекровь испекла лимонный пирог. Дети ждали подарков и были сильно разочарованы. С первой зарплатой мы повезли их в детский мир, и уж там они разгулялись по полной. Машина наших соседей появилась во дворе спустя неделю. Однажды мы встретились у подъезда, кивнули друг к другу и разошлись. В общем, разлука была без печали. Время летело, как ему и положено, и быстрее, чем нам хочется. У Володи появилась новая машина, большой черный лакированный джип. Беллочка красовалась в новой норковой шубе. В квартире начался ремонт, завозилась новая мебель. Словом, эпоха больших перемен моим соседям пошла на пользу. По слухам, Володя занялся бизнесом, и дела у него, видимо, продвигались отлично. Из их квартиры по-прежнему разносились аппетитные запахи свежей сдобы. Беллочка уволилась с работы и старалась вовсю. А через три года Володя от жены ушел. Разумеется, к молодухе. Менялась жизнь, А с ней привычки. Исчез с нашей лестничной клетки Володя и вместе с ним испарился, растаял ароматный шлейф терпкого одеколона и запах курительного табака. Не появлялся больше в нашем дворе лакированный джип. Говорили, что Беллочка сильно хворает, из дома выходит редко. Соседи ей носят молоко и хлеб. Пенсии еще нет, работы тоже. Живет тем, что продает ценные вещи, те, что остались от прежней жизни. Шубу, цацки, посуду, столовое серебро. Нашлась соседка, которая с удовольствием все это скупает. Цены устанавливает сама. Понятно, в чью пользу. А другого выхода у Беллочки нет. Зимой она упала прямо у подъезда и сломала ногу. На сиделку денег не было. Опять помогали соседи. И мое сердце дрогнуло. Конечно, я к ней стала заходить. Приносила суп или второе, продукты из магазина, лекарства из аптеки. Беллочка, постаревшая от несчастья и болезни, лежала на кровати и тихо плакала. Говорила, как страшно одиночество, как невыносимо предательство, как ужасающая и унизительна бедность. Бывшему мужу с просьбой о помощи не обратишься. Володя с молодой женой и ребенком уехали в Канаду. Я предложила ей позвонить в Феодосию. Племянник, Лидочкин сын, давно вырос и, наверное, встал на ноги. — Кому? — переспросила Беллочка. — Ну что ты, какой племянник? К тому же, если он приедет, то не один, а наверняка с женой и, возможно, с ребенком. Всех их надо будет прописать. — Разумеется, — кивнула я. — Прописать и отписать квартиру. А за это уход и комфорт. Как иначе? Беллочка саркастически рассмеялась. — Ну да. А потом они меня упрячут в дом престарелых или в психушку. Ты хоть телевизор иногда смотришь? — возмутилась она. — Не бывает игры в одни ворота. Я сделала еще одну попытку. Да и потом. Почему надо так плохо думать о людях? Беллочка раздраженно махнула рукой. Я не была для нее авторитетом. И ни жестокий опыт, ни даже сама жизнь. Ничто не послужило Беллочке аргументом. А через полгода мы поменяли квартиру и уехали в другой район. Больше ничего не знаю. Могу только догадываться и предполагать. Хотя, честно говоря, неохота. Самая мудрая учительница, жизнь, здесь проиграла и сдала свои позиции, потому что поняла. Бесполезно. И я тоже это поняла. Что это такое? Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова